Право снова быть мамой получила жительница Новочебоксарска. Женщину лишили родительских прав на трехлетнего сына в 2006 году. И спустя 8 лет ей удалось вернуть уже 11-летнего ребенка в семью. Меня не пугают ни волны, ни ветер, Плыву я к единственной маме на свете. Плыву я сквозь волны и ветер, К единственной маме на свете. Словно мамонтенок, Максим все это время хотел вернуться к маме. Но с трех лет ему пришлось жить в детском доме, Затем в приемной семье в Ядринском районе. О том, что тогда происходило и почему мальчик попал в такие обстоятельства, Его мама сейчас вспоминать не хочет. Мы раньше тогда в Чебоксарах жили, Просто связалась не с теми, не с той компанией. И все, пошло-поехало. То есть была такая хорошая ситуация. Да, об этом хочу даже позабыть. Мама Оксаны, Галина Романова, хотела забрать ребенка к себе, Но не смогла по состоянию здоровья. По словам Оксаны, о местонахождении Максима биологической маме Стало известно только в 2009 году. Начали приватизацию, чтобы квартиру разменять сюда, В Новочебоксарске. Чтобы каждому подоле, там у нас была двухкомнатная, И каждому, чтобы мне, старшему брату, маме. И только тогда мы узнали адрес у них. Только тогда увидели. Почему три года Оксана не знала, где находится ее сын, пока непонятно. Когда узнала, она начала навещать Максиму у приемных родителей. Но видеться удавалось через раз. Новые папа и мама всячески этому препятствовали. Это подтверждают и судебные приставы. Бабушка Максима все же добилась разрешения органов опеки и попечительства, И каникулы ребенок стал проводить в кругу семьи. Заметно увеличившийся, поскольку мама вышла замуж. Потом Оксана собрала все необходимые документы и ее восстановили в родительских правах. После решения суда приемным родителям пришлось смириться с возвращением Максима к родной маме. При исполнении производства данной категории итог может быть различный. Это могут и стата сторона не только спрятать ребенка, либо оттянуть еще что-то. То есть получается так, что судебный пристав исполнитель проконтролил весь этап соблюдения всех законодательных норм, чтобы никаких претензий уже к новой испеченной маме, скажем так, не было. И, соответственно, та сторона, которая должна была предоставить ребенку своей родной матери, не предприняла никаких противозаконных мер, чтобы решение суда не исполнить, а мама, соответственно, не получила своего ребенка. Максим говорит, что счастлив в кругу родных и близких, а в приемной семье приходилось тяжко. Иногда били, ну, потом ругали, ремнем били. Ну, потом, когда папа пьяный был, я убегал, вечером приходил, кушал. А бабуля мне помогала. К тому же теперь у него на одного родного человека стало больше. Появилась младшая сестра Валерия. Для нас, конечно, это большое, огромное событие. Это радость большая. Маш, все проследились от радости. Слезы радости у нас. Слава Богу, теперь он у нас будет с нами вместе с мамой, бабулей, прабабушкой. В ближайшее время семья Оксаны теперь уже в полном составе собирается заняться улучшением жилищных условий. А Максим еще мечтает поехать в Москву и увидеть Кремль. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.